здорово доброй ночи чё не спите чем занимаетесь в чат рулетки сидите я-то блогер молодой начинающий вы сейчас нет прямом эфире бывает просто общение с подписчиками а так я не веду стримов так вот я думал что очень много попадается которые стримы ведут прямом эфире вы из такого города я из города харькова а мы с московской области с ногинска то есть вы люди московской области да понятно на политические темы ругаться не собираемся а вы технари вообще по природе своей технари технические специалисты у вас и какое образование высшее образование в какой области электромеханик а ты знаешь что такое электрический ток ну скажи не ну просто надо знать с кем так любой возьмет и скажет я электромеханик с высшим образованием что такое электрический ток ты же должен знать ну скажи вот просто представь себя там я не знаю повысить публику да там унизить там у нас россии да скажи что такое электрический ток какое какое унижение направленный поток электронов я понял а кроме электронов может чем-то электрический ток образовываться ну ток может быть электрический не электронами не может да я понял ну подожди последний вопрос к тебе что ты реабилитировался за электрический итог что такое напряжение уже кучу вопрос пошло два вопроса что такое ток ты можешь сказать что такое напряжение я радиоинженер радиоинженер спорить тяжело будет ты можешь меня спросить что-нибудь по радио по добрый день здравствуйте здравствуйте дети вы школьники нет студенты да вы знаете чешло что такое электрический ток это движение заряженных частиц какое движение хаотичное хаотичное нет мы школьники хорошо мы не проходили электрический ток я понял а колени 100 умеете брать и 10 а другого ответа нет а вы знаете еще последний раз спрошу вас если что скажу что вы молодцы хотя вот проток вы пытаетесь почему летом тепло а зимой холодно это любимый вопрос андрея луганского это зависит от движения земли вокруг солнца потому что и и орбита она немного снижается от солнца когда при более удаленной точке земли от солнца наступает зима при более близкой а то есть зимой земля дальше от солнца чем летом конечно а это на всей земле одинаково происходит смена времен года ну вот и слышал что-нибудь что есть северная полушария есть южная вот когда у нас соответственно лето то там зима и наоборот тебе это не не кажется что твоя теория несколько ошибочно начинаем назовите от излучения от излучения то есть солнце меняет свое излучение нет нет солнце не меняет свое излучение скажи это что-то излучение зимой это уже думал и надо же школе то говорили ну вот согласись со мной что что-то тут не вяжется правда что-то здесь да сменяется воздушный поток или что-то нет воздушный поток если при чем нет то есть в любом случае она удаляется получается как прямое излучение солнца движется вот так если оно более отдалено ну вот смотрите на всех планетах солнечной системы ну по крайней мере вот четырех ближайших солнцу планетах которые из камня и железа состоят на всех этих планетах погода одинаково изменяется нет ну хорошо какая планета по смене по смене времен года очень близко к земле вот там бывает лето зима весна осень это марс правильно это марс вот на марсе а какая характеристика марса позволяет это так сказать обеспечивает это в чем чем вот земля очень похожа на марс в этом смысле атмосфера и на венере есть очень такая знатная атмосфера они относительно близко друг другу ну самая ближайшая планета венера на самом деле венера ближе к земле находится орбита венеры ближе к орбите земли чем орбита марса их состав примерно одинаково нету дело не в составе ну подскажу вам ну вы посмотрите потом в гугле хорошо это определяется наклоном оси вращения планеты марс почти так же наклонен к плоскости вращения вокруг солнца ось вращения вокруг собственной оси как и узи как земля а венера и меркурий совершенно по-другому вращаются хорошо мы бы вам ответили бы если бы нам это сказали в школе вы не думаете что вы настолько глупые но я не говорю что вы глупые я считаю наоборот что вы очень умные молодые люди вы из какого города из омска из омска очень хорошо из харькова хорошо если вы так разбирать скажите почему из-за чего появляется магнитное поле земли ну на самом деле честно тебе скажу даже ученые в точности не знают ответ на этот вопрос я тебе расскажу это самое дело все в том что внутри земли есть расплавленное металлическое прежде всего железное ядро и вот за счет того что земля вращается вокруг собственной оси происходит вращение вот этого вот этого самого железоникелевого металлического ядра и вот именно это генерирует магнитное поле земли достаточно землю сравнить с планетами земной группы например у марса практически нет магнитного поля хотя когда то это магнитное поле было считается что в марсе вот его вот это вот металлическое ядро оно маленькое и марс сравнительно маленькая планета марс быстро остыл вот это ядро затвердело и уже вращение относительно это мы знаем хорошо а почему возникает земля сияние тогда тоже из этого разряда ну вы вообще знаете ответ этот вопрос или вы просто меня хотите проверить я знаю я знаю а я понял рассказываю это связано с магнитным полем земли заряженные частицы прежде всего протоны и электроны которые составляют солнечный ветер летят от солнца и я вылетел к вам слава украина героям слава слава свободной грузии спасибо здрасте здрасте доброй ночи доброй ночи вы обсуждаете сегодня здесь так как 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 карта ляжет а вот за вашей спиной флаг что это такое флаг это так вторично я могу его узнать если вам не то какие книжки читали я читал книжку франк каменецкий днк про что про днк а днк я не услышал последний дельно-ребуклииновая кислота если не ошибаюсь рнк и днк римонуклииновая кислота и дельно-ребуклииновая кислота по-моему они так называются да ведь а вы знаете что такое днк а это наверное а вы ждете пока вам гугл откроет не не я франк каменецкий просто днк потому что хоть книжка то франк каменецкий максим давидович физико-математические науки бушновский университет так называемая информационная структура днк увлекаетесь этим что ли мне было очень интересно я считаю что это замечательный ученый ну да я понял а это как вы это связаны с этим или это просто такое хобби я вообще интересуюсь наукой похвально похвально а вы интересуетесь науками ну наверное все таки нет в меньшей степени да чем а чем вы интересуетесь какой круг ваших интересов типография типографская издательское искусство да понятно понятно так